Я уверена, что если у вас есть хоть и небольшой, но всё-таки опыт в изучении английского языка, вы встречались с ситуациями, когда очень разные по смыслу и написанию слова звучат в английском языке одинаково. Сегодняшний наш случай тоже такой. «Peace of mind» и «peace of mind» – никакой разницы нет, кроме значения и написания. Итак, давайте разбираться, чем же мир отличается от кусочка в этой фразе. Первая фраза, содержащая слово «мир», «peace», «peace of mind», означает спокойствие, часто душевный покой. «Give me some peace of mind», говорят вам, и это означает, что хотят, чтобы вы оставили их в покое. Всё понятно. «Peace» – это мир, душевный покой, мир в душе. Здесь всё легко и просто. Что же такое кусочек в этой фразе? Я привела вам более развернутый пример этой фразы. «Give somebody some peace of mind», как ни странно, означает «отругать кого-то». То есть в этом случае обязательно присутствует эмоция, если хотите, может быть, даже злость. И в этом случае кто-то кого-то будет отчитывать за что-то, что им не понравилось. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на то, что звучание у этих выражений одинаковое. Поэтому различить вы можете их в речи по эмоциям, по языку телодвижений, по мимике, по контексту и ситуации. И, пожалуйста, никогда не путайте, потому что они очень и очень разные. Одно означает душевный покой, а второе означает отругать, накричать на кого-то, потому что вы недовольны их поступками, действиями или словами.